Я пропустил, проехал, и дальше вы мне помогли... О, здравствуйте, я на вас как раз вчера смотрел. Я нормально пропустил. Я видел, я стоял. Ну, а теперь, конечно, что он меня заберет? Это как раз свинится, как вы там спасали в Затоке. Что он хочет забрать? У меня хочет забрать права, потому что я создал аварийную ситуацию. Подарите вам права водителя. Хотите права водителя? А что вам мешает взять их в руки? Вы за что его остановили? Еще и рукой. За? А зачем я должен останавливать? Зачем вы должны останавливать? Вот главный вопрос. Как это чем? Вы не знаете чем? Ну, почитайте правила дорожного движения. Почитать правила любым понятным жестом. Да. Ну, что же непонятное было в проезде водителя? Нарушил правила дорожного движения. У меня есть видео, я как раз фиксировал, как вы работали. Давайте посмотрим. Давайте вы покажете водителю все, что у вас есть. Мы это рассмотрим. Я выступлю свидетелем, и мы оформим. Вы же хотите права его забрать? Временно задержать. Давайте задержим его с семьей. Это мой маленький ребенок. Нет, так мы сейчас... Сидите, а вы у меня права забрали. Вы сейчас все закричите. А он ничего, нормально, как я. Теша кричит. Да, нормально. Передо мной это что-то сам парень едет где-то там. Я же объясняю вам. Вы создали помех водителя в мобилю Хонда. Секунду, секунду. Смотрите. Ваш напарник, вот этот ваш сокамерник, пошел к водителю Хонды, остановил его. Да. Пообщался с ним. Где? Где водитель Хонды? Взял к нему. Где он взял? Я снимал его. Что он взял? Номер телефона. В смысле? Вот что? Будет звонить ему по вечерам или что? Общаться с ним. Какой номер телефона он взял? Вот есть водитель, у которого вы хотите забрать права. Водителя Хонды остановил ваш напарник и отпустил. Какой номер телефона он взял? Что вы лепите? Все. Что вы рассказываете? Какой номер телефона? Нет, не все. Мы сейчас вот за вот это, вот за вот это. Будем вас оформлять, а не водителя? Хорошо, оформляйте. А что слушать? Где пояснение водителя, которому он создал аварийную ситуацию? Где фото-видео фиксация? Где какая-то доказательная база? За что вы хотите у человека забрать права? Это развод на ровном месте, на двух столбах. Ну это ваше мнение. Вы как думаете? Я думаю тоже нет, так я сказал, что я не согласен. Мне сказали вы... Подождите, подождите. Как это естественно? Я извиняюсь, я перебью. Как нас удалось? Вы мне сказали, выйдите из машины, придите сюда, мне жарко в колокольчике. Я говорю, я не хочу выходить из машины, я хочу сидеть на тысячелетеля. Жарко вам сказал? Я вам же муж вы позвать. Вы мне сказали, тогда ты мне отдашь права, а я сейчас покажу. Вот как. Я даже сейчас слова не скажу. Слушайте, вы еще сказали, что меня заберут права. Поскольку я не захотел выходить из машины. Вы сказали, что вы заберете права. Спросили в какой... Откуда мы родом? Он стал сменится. В каком районе живете? Ленинский. Приходите в Ленинский районный суд, заберете свои права, Как вас зовут инспекция? Если не было слова. Как вас зовут? Ну как это если не было? Так, не кричите. Я вам объясню, ситуация простая. Никому объяснить не надо без двух слов. Иногородние люди, иногородние номера, семья с детьми, жарко, едут на море. Вы стоите, постите здесь на ровном месте на столбах. Это сновидение ваше. Я хочу узнать, как вас зовут. Ну а как это называется? Вы постите в самом классическом виде. Это нам-то кажется. Мне кажется, им кажется, ей кажется, Белоус Константин Васильевич инспектор ДПС. Им некуда больше ехать на море. Я же еще раз говорю. За им. Почему некуда? Крыма нету у нас больше. Некуда ехать. Люди... А? Он запрещает. Он запрещает. Каким образом? Да вы останавливаете права у человека хотите забрать. Вы себе вообще. Каким образом запрещает? Да обычным шантажом. Самым обычным. Что они понятны? Слушайте, я шантажирую. А его? Я вас останавливаю. Чего вы оскорбляете? Потому что вы мудак. Это вы, молодой человек. Слушайте, я вам объясню почему вы. Я еще раз говорю. Это вы. Выражение выбирайте права. Я выбрал выражение. Выражение простое. Я объясню. Объясню. Вы только что же говорите. Есть законы... Вам объяснить? Не надо. Не, я вам объясню. Вот есть семья, которая едет на море. Слушайте. Вы подошли со стороны где посмотреть? Подошли посмотреть. Стойте там, смотрите, не мешайте. Инспекторы, занимайтесь. Давайте оформлять. Либо мы сейчас вас обеспечим на остановку, либо вы водителя забирайте права, как вы хотели. Вы же хотели забрать права? Давайте, забирайте права. Все. Не все. Доказательная база. Покажи свитки. Водитель Хонды. Вот этот взял номер телефона водителя Хонды. Зовите сюда. Будем звонить водителю Хонды. Как он успел взять, если он уехал? Зовите. Что все? Все. Больше ничего нету. Вы будете действовать или нет? Вы стойте в сторонке, снимайте. Я свидетель. Я находился на перекрестке. Хорошо. Замечательно. Я Correcte. Фиксировал. Давайте посмотрим ваши фиксации. Давайте вашу проверку. Вы же останавливали. Да, я останавливал. А потом я юстюлю посuitarку, когда будем права забирать fingernails. Либо же пойдем в суд права забирать, правильно? Чего в суд? Либо無 aggregate. Либо правильно. Где права не забирают. Вы сказали. Пойдете в суд и будете там забирать. Yeah. Девушка поясняет, водитель поясняет, вы стоите в небе. Правильно, пойдем в суд, дождемся решения суда, а потом заберем права вместе все. Ну там в полиции, в суде, неважно. Слушай, не строите из себя умного. Оформляйте человека, вы же хотите же брать права. Я не строю человека. Оскорбляйте неполитки. Я просто считаю, что вы мудак, это мое личное мнение. Просто мудак. Я не могу при себя оставить. До тех пор, пока вы будете работать вот так на дорогах, я буду вкладывать в личное мнение. Занимайтесь водителем. Больше не мешаете? Я вам не мешал, я свидетель. Чего свидетель? Свидетель того, что незаконно остановили водителя, без причины. Чего вы решили, что незаконно? Потому что я находился на перекрестке и видел, он ничего не нарушал. Совсем ничего? Совсем. Автомобилю Хонда он не помешал. У вас есть другие фактические данные? Я никого не послушаю. Вы видели? Да. У вас есть фактические данные другие? Видел. Автомобилю Хонда он не помешал. У вас есть другие фактические данные? У вас есть другие фактические данные? Внимательные. Не, не будьте внимательны. Не. То есть вы столько бы он подошел, уже будьте внимательны. Да, до этого права ты заберешь. Я понял. Хорошо. Хорошо красиво. А куда идемте? Вы водителя за что остановили? Куда идем дальше? Мы на «ты» с вами или что? На «ты» сейчас. Ребят, счастливого пути. Хорошо добраться на море. Хорошо отдохнуйтесь. Удачи. Давайте. Давайте поднаберем водителя Хонды. Что он сказал? Давайте. Наберите вы. В смысле вы? Вы же инспектора. Вы остановили нарушителя. Вы пошли к водителю Хонды. Вы пошли к водителю Хондая. И что? Я должен кого-то набирать? Нет. Набирайте. Идемте вовнутрь. Там будет слышно хорошо. На пост. Я напишу все, что я думаю по этому поводу. Идемте. Идемте. Давайте так сделаем. Смотрите. Да. Говори. Это кого ребенок с девушкой? Ваш ли? Ваш ли? Ваш ли? Ваш ли? Ваш ли? Вы не лепите теперь. Пытаетесь выкрутиться. Надо было ему это рассказать. Надо было ему это рассказать. Что вы создали не аварийную ситуацию. Вы создали помеху. Так как вы иногородние. Будьте любезны. Езжайте аккуратненько. Хорошо вам отдохнуть в Одессе. До свидания. Нет. Я у тебя прямо заберу. Заберешь в суде. Вы ходите с машины и ставьте белье. Вы знаете, что он может трактовать это как угодно. Слушайте, что тут трактовать? Я вам только что на пальцах объяснил. Ваши действия. На пальца. Водитель может рассказывать как угодно. Слушайте, ну как это как угодно. Правильно. Вы же видели. Так я же... Вы тоже видели. У меня вопрос. Вы тоже видели, что помеха была в движении. Секунда. Нет. Вы ему инкриминировали что? Помеху в движении. Нет. За это права не забирают. Создал аварийную ситуацию. Вот. Создал аварийную ситуацию. Теперь давайте разберем. Если вы не знаете правила. Что такое создание аварийной ситуации. Признаки создания аварийной ситуации. Торможение и экстренное изменение направления движения. Подача звукового сигнала. Супер. Вы нарушили закон. Пишите. Так а что теперь? Вы мне поясните, почему вы нарушаете закон. Я же могу. Пишите, пожалуйста. Вы сказали, что вы все изложите. Все. На этом вам нечего сказать. Я не вижу смысла. Смотрите. Каждый делает вывод. Слушайте, какие тут выводы? Выводы простые. Это без двух... Никому не надо объяснять. Без двух слов понятно. Человека остановили на городе, пытались развести. Второго... Отпустили. Он никому не нужен. Может быть, вам подождать чуть-чуть. Когда человек уехал. Становите вы, если бы он давал какие-то деньги. Слушайте. Да вы же не переживаете. Я что, тут на двух столбах так не делал? Или я не ловил ваших вот здесь вот так же? То что так же? За неправильный проезд 200 рублей в право под водой положил, ушел. Все. Ну что? Надо было подождать. Так сколько ждать? Они каждый раз так делают. Вы так говорите, как будто на двух столбах такого не случается. А? Что это такое? Коррупция? Не может быть. Ну что, один я в этом журнале пишу, по всей видимости. Объявить благодарность капитану милиции. Не, про благодарность вы сразу пишите. Не, не, это люди реальные. Не, я понял. А вот по поводу этого. По поводу есть ответы. Ну да, смотрите, здесь написано. По поводу благодарности тут я вижу. Прошу объявить благодарность капитану милиции. Супер. Не, не, звоните не буду. Вот мое заявление. Стал свидетелем коррупционных действий. И почему-то здесь нет никакой благодарности никому. Никто не написал ничего. Хотя это было 3.07.16. Сроки все уже давно прошли. Хотя бы написать. Не объявлять благодарность в этот раз или что-нибудь в этом роде. Вот я же написал вот по этому новому. Я приеду через время. Хочу вот здесь, вот здесь что-нибудь увидеть. Хотя бы какие-то. Хотя бы тогда ответ меня отослали. Потому что я его не получал. Да, спасибо большое. С вами. Обязательно мы еще увидимся и разберем данную ситуацию. Без проблем.